Сделаешь фигушку и все, что ты положила, мягко распределишь. Вот так мягко. Часть краски, часть мокрости, тряпочка усвоит в себя, а разумную часть оставит на холсте. Ну, такое свойство тряпочки. Зря края красила, теперь ты будешь все время пачкать руку, и мою тоже. Значит, упакуешь. Потом возьмешь белильца, возьмешь краснильца, не розовый, а кадмий красный. И немножечко отсечешь фоновым пятном. Потом возьмешь разбелые, синеватые. И обозначишь там, где у нас светло, обозначишь это светло. Формат у нас примерно соответствует тому, что мы... Ну, пропорции формата штриховательного так, мягко, укладывательно уложишь эти светлости. Ладно? Давай так. Эта линия пришла к середину. А там несколько ниже середины. То же самое чуть-чуть. Ну, здесь, в принципе, похоже. Значит, теперь где-то пальцем, где-то вот так вот расштриховывательно, раздавливательно начинаешь набирать основные веки рисунка. От того, что там вот это цветное пятно вложено, конечно, оно будет нас сбивать. Но мы сначала, прежде чем его нанести, делаем вид, что мы рисуем без этого пятна. То есть, мы сначала вырисуем, как будто бы нет этого, ну, не белого, светлого пятна, обозначивая все пункты. И вот ушечко, и височечек, и височечек. То есть, делаем без цветного пятна. А потом внесем и цветное пятно. Самые темные места, это будут голубой, розовый, плюс количневый. Вот такой где-то свечечек. И вот, скажем, губа, вот такая темнота. Под носом, вот она темнота. Глазные впадины, вот она темнота. Хорошо? Наштриховывательно и укладывательно. Укладыватель. Еще раз отчеркнем фоновой светлостью, чтобы все-таки силуэт прозвучал. И теперь попробуем нарезать вот это пятно. Запустите то и другое. Губы любят. А, ну, во-первых, заложим туда цвет этот. Батин. Иernичаем. А, ну, заложим туда, archaeological. Крым. Крым. Вот эту тёмность я чуть-чуть в пользу красного и коричневого. И губы любят всё-таки вот это движение. Тем более, что нос наклонился, и это движение ещё более выразилось у всего. Согласна, да? Нос почти хочет коснуться губ. Обозначим это. Здесь есть тенистое. Здесь есть светлистое. Ягкий намёк на обрисовочку эту. Которое дальше становится уже синий. Становится синий. Идея червячковости губы, что это не полосочка вдоль, а наоборот поперёк. Червячковый. Да? Сразу губки прозвучали. Подбородочек можно отчертить. Потом мы возьмём кисть и будем уже детали уточнять. Смотри, тоже червячковость. Прикольно? Очень. Сюду в пользу коричневого, то есть синим, но в пользу коричневого с розовым. С розовым. Ой, сошли. Красота-то какая. Красота-то какая. Больше красоты и коричневизны. Смотри. Красота-то и коричневизны. невизны сюда и штрих по цилиндрику. Посмотри, какая щечка. Куда с ним одевается вещество краски? Ну ты же вытерла. Смотри, надо ее не вытереть, а насадить туда. Вещество краски должно быть и там. Слишком мало вещества. Пушечка там наметить. Посмотри, как хорошо, когда там появилось вещество. Можно зеленцу чуть-чуть подсунуть для обогащения цвета. Под эту голубоватую зеленцу. То есть вещество, плотность вещества немножко дополнить. Разбил синего. Хорош будет для вот этих мест. Согласна, да? Красноты с коричневым не хватает. Смотри, а ты красноты не додала. Вот оно и в зеленый пошло. Краснота. И все. И от зеленого ничего не останется. Согласна, да? Давай так. Мне кажется, выше можно поднять окно. Шире его сделать. Сделать его тоже по траектории. По траектории цилиндра. Может быть, красноте чуть-чуть желтоты добавлять. Или коричневизны она тоже будет желтить. Траектория цилиндрика. Медленно набираешь красниночку, значит, если оно не хочет быстро, значит, перемолоть кистью. Перемолоть кистью вот этот кофейный цвет. Насадить штрихом, насадить и утоптать пальцем, такое втихое, и утоптать пальцем. Смотри, прямо падающая тень, вот это должно быть, вот как здесь, светлым, а это должно остаться темным, то есть довыразить эту разницу. Смотри, я сейчас нарезаю принципиальную разницу. А уже потом, внутри этой разницы, тоже создать разницу. Но сначала принципиальную разницу, да? Аж почти белое звучание света. Давай в таком ключе утоптать теплые уши. Странное здесь произошло, все-таки свет с этой стороны больше. Вот здесь тенистое. Тебе, кстати, много работы. Если ты планируешь сегодня... Аж даже с желтиночкой чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавить еще светлости. По возможности штрих по траектории закругления. По возможности чуть-чуть по траектории. Даже вот эти незначительные дизлезеры уже создают. Худили чуть-чуть это место и тогда она будет девочкой или мальчика. О, смотри! Сразу шеечка появилась нежная. А то мальчичек такой. О, смотри! Там маленькая бусина света. Посмотрите, я оставил махненькость и это красиво. Маленькая бусинка света. Так, хорошо там набралось. Но там еще есть и оранжевая. Рецепт. Видишь, я перемолз сделал кистью, чтобы долго не морочиться, а потом упаковываю уже нашими привычными. Рецепт. Рецепт. И по-кулить. Звучит. Рецепт. Рецепт. Краснодар. Рецепт. 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 Класс. Рецепт. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...